Коллеги, добрый день. Прежде чем я продолжу, давайте убедимся, что вы нас слышите и видите. Поэтому, если не трудно, в чат или в разъем вопрос напишите, что нас слышно и видно. После этого мы сможем двинуться дальше. Друзья, вопрос. Слышно и видно. Все, замечательно. Тогда всем еще раз добрый день. Здравствуйте. Сегодня с вами у нас онлайн-сессия, она продолжается приблизительно в районе 45 минут. С вами сегодня будут я Назим Рустанов, я тренер-партнер компании E-Star. А также самой Камул Бахшиев, это ведущий технический специалист компании Бакинити, одного из наших партнеров в Азербайджане. Сегодня мы будем вам рассказывать, живем, показывать, как провести установку программной АТС и АСАП. Соответственно, расскажем, что это за зверь, как говорится. И живем, покажем, в принципе, весь процесс, который вам предстоит пройти. При этом обратите внимание, что мы с Камалом в онлайне вопросы ваши читать не будем. Это не означает, что мы не просим вас их задавать. Пожалуйста, задавайте. С нами в команде еще несколько наших сотрудников, которые будут отвечать на ваши вопросы. Но так как наши коллеги англоязычные, соответственно, если есть возможность писать вопросы на английском языке, будет просто замечательно. Если такой возможности нет, ничего страшного, пишите на русском. Коллеги прекрасно используют Google Translate. Соответственно, есть, конечно, шансы, что иногда есть причуды перевода. Поэтому, если ответ вам непонятен или вы понимаете, что здесь очередная причуда, не беспокойтесь. После того, как мы завершим данную онлайн-трансляцию, мы все ваши вопросы разберем, посмотрим, что ответили коллеги. Если в каком-то случае мы неверно ответили на ваш вопрос или по каким-то причинам пропустили ваш вопрос, знайте, что мы обязательно этот момент профиксим и пришлем вам ответы на имя. А теперь, с вашего позволения, давайте двигаться дальше. Сессия у нас сегодня называется Try, Tell, Take. То есть попытайтесь, расскажите, возьмите. Речь идет о программной версии нашего АТС серии P. Соответственно, мы сделали некоторые изменения по данной программе, которыми мы хотим с вами поделиться. Таким образом, у нас сейчас идет акция для партнеров. Как вы знаете, стандартно, если вы скачаете пробную версию данного решения, то срок действия лицензии, пробной лицензии, которую вы получите, он будет 30 дней. Что изменилось, это то, что в рамках данной акции, которая была объявлена и сейчас, о которой мы говорим, у вас есть возможность срок данной лицензии увеличить до одного года. То есть вы можете у себя, соответственно, это дело развернуть и год бесплатно пользоваться. Вы можете точно так же это развернуть у заказчика и, соответственно, позволить заказчику год бесплатно пользоваться данным решением. Для того, чтобы получить данное решение, то есть получить вашу АТС бесплатно на год, что для вас требуется? Для вас требуется, на экране вы видите ссылку, соответственно, наверное, в чат лучше написать ее также. Мы эту ссылку напишем также в чат. Если вы перейдете по этой ссылке, то вас ждет процесс регистрации, после чего к вам на почту вводят электронные сообщения со всеми деталями вашей регистрации. Таким образом вы получите свою 30-дневную лицензию. После того, как вы ее активируете, чинив двух дней, наши коллеги будут проверять каждую лицензию. Соответственно, если мы увидим, что вы партнер, то есть вы имеете партнерский статус, а данная акция, она только лишь для партнера. Соответственно, в течение двух дней будет проверка. И по результату этой проверки, если вы обладаете партнерским статусом, мы увеличим срок данной лицензии с 30 дней до года. Что у нас там дальше? Хорошо. А дальше предлагаю нам сейчас перейти непосредственно к процессу самой регистрации. Кем-то вам покажут, как вы регистрируетесь, какой вы имейл получаете, соответственно, какие ваши действия по получению всей необходимой информации. Дальше покажем, как мы это все дело развертываем в виртуальной среде. Как только мы запустим вам процесс установки, который занимает в среднем 5-10 минут, дальше мы переключимся обратно на меня. Я вам расскажу, дам дополнительную информацию. А сейчас, уважаемый Тюмол, пожалуйста, передаю экран вам. Так, мой экран видел. Так, давайте приступим. Значит, как уделенал Назим в своей презентации, мы должны перейти на сайт eostar.com, субтитры.com, открывается, значит, сайт, запускаемся вниз. В нижней части у нас тут есть форма, которую нужно заполнить. То есть мы заполняем, указываем здесь, какой план мы выбираем. В данное время Enterprise. Вводим свое имя, фамилию. Указываем email-адрес, куда придет лицензия наша. Далее контакты. Указываем регион, где мы находимся в данное время в Азербайджане. Указываем свою должность и также указываем, кто мы. В данное время End User укажем. Далее Submit. Нажимаем на эту кнопочку. Идем в загрузку. Так, как мы видим, здесь появляется такая синяя кнопка. Download the PDX ISO. Нажимаем на нее и стачиваем в образ. В данное время мы стачивать не будем, потому что это займет очень долгое время. Поэтому мы, у меня уже есть скачанный экс-образ, мы приступим к установке. Но прежде этого я вам покажу, что на почту нашу должно прийти письмо. Так, вот оно. Пришло письмо. Ирскар. Как мы видим, 32-дневная бесплатная лицензия. Пускаемся вниз. Сам код активации. Вот он, который мы будем использовать. То есть, также здесь мы видим, что если по какой-то причине вы не смогли скачать ISO образ, ничего страшного. В письме здесь есть ссылка, где можно также нажать и скачать этот образ. Также, если у вас появятся какие-то проблемы с установкой, тут есть дополнительная ссылка. Можно перейти на нее. Спуститься вниз. Мой коллега вам более подробно об этом расскажет. То есть, возможно, устанавливаться на разные платформы. В данное время мы будем использовать Vembarry Webstation. Мы можем нажать на него. И тут нам более подробно все с картинками будет показано весь процесс установки. Но это я вам показывать сейчас не буду, так как это все я вам покажу вживую. Итак, значит, откроем нашу виртуальную, точнее, если мы запустим Vembarry Webstation Pro. По-моему, даже запустим. Сейчас запустил. Закроем. Все. Создаем, значит, виртуальную машину. Значит, указываем обычную рекомендуемую установку. Указываем, значит, мы установим операционную систему позже. Выбираем здесь в списке Linux. То есть, сама тесто у нас на образе Kubuntu 64-бит. Выбираем ее. Нажимаем далее. Ну, здесь можно написать, чтобы не ясно, что при X. То есть, дать название нашей рекомендуемой машины. Да, как она будет называться. Так, далее выберем наш образ, который мы скачали. Так, у меня загрузка должен быть. Мы точно скачали? Там загрузочный файл в размере 1.4 гигабайта, сразу собрешно, что зависит от вашего интернета, это может занять какое-то время, поэтому команду бежен заранее. Сжимаем далее. Указываем, значит, объем диска. Какой он у нас? Ну, 40 гигабайт вполне достаточно. Так, далее финиш. Сейчас у нас создастся эта машина. Заходим в Edit Virtual Machine. Вот здесь выберем ISO Image. Вот диска. Далее, что нам еще дополнительно понадобится, зайти в сетевые настройки, указать Bridge Mode. Соответственно, это будет у нас работать. Зайти в Optional, в Advanced и указать обязательно, на BIOS. После этого нажимаем ОК. Далее зайдем в Edit Virtual Network Edition. Ничего. Ничего, чтобы мы указали, какой интерфейс мы будем использовать. В данное время я буду использовать подключение по Wi-Fi. Здесь я указываю свою Wi-Fi-карту свою. Ну, в вашем случае, возможно, будет это Ethernet. То есть, вот, можно выбирать. И далее нажимаем ОК. Все. Так. Ай-пи-адрес по умолчанию после установки будет 192.168.5.150. Поэтому я у себя на своей сетевой карте дополнительно добавил... Не видит карта. Не видит. Не видит. Дополнительно добавил. Дополнительно. 192.168.5.1. Это subnet с каждой подсетки. У меня в данное время 12-й подсетки мой интернет. И сейчас мы запустим нашу виртуальную машину. Так. Запустился процесс установки. Так. Установка занята приблизительно 5-10 минут. Как основной будет черный экран с надписями. Поэтому я передаю слово нашему коллеге Ана Зимову, чтобы он более подробно рассказал вам. Давай тогда. Отдавай экран обратно. Мы не хотим, чтобы вы сидели и смотрели черный экран. Поэтому давайте я вам расскажу немножечко. Далее. Итак. По поводу заявки. Процесс вы увидели. Да. Вот. Был живем. То есть мы прошли по ссылке, которую мы показываем на экране. Заполнили форму. Получили электронное сообщение с нужными инструкциями. С нужными ссылками на образ. С ключом, который нам понадобится для активации позже. Да? Да. Вот. Соответственно, давайте пока Камал устанавливает машину. Мы переключимся дальше. Итак. Сегодня мы Камал вам показывает, как мы это делаем под виртуальной машиной BMW. Надо отметить, что на самом деле можно устанавливать под разные виртуальные машины. Мы в BMW всего лишь выбрали для, скажем так, для примера, потому что он просто и удобен, и очень популярный. Хотя вы можете использовать и прочие платформы, как Microsoft, Amazon и так далее. Когда мы говорим с вами про то, что мы используем программного АТС, давайте немножко поговорим про нее. Какие у нее спецификации? Ну, во-первых, максимальное количество абонентов, которые вы сможете на данном решении поднять, равно там 10 тысяч. То есть это 10 тысяч абонентов. То есть это от минимального до 50 до 10 тысяч. То есть это решение для большого круга заказчиков. То есть это может быть и малый бизнес, и средний бизнес. Соответственно, максимальное количество конкурентных звонков, которые доступны в этом решении, это тысяча одновременных звонков. Операционная система, которая нужна для, под которую работает данное решение, это Ubuntu. Соответственно, сейчас именно образ под этой операционной системой и разворачивается у Камалу на ноутбуке. Если говорить про VMware, то нам нужно, скажем так, версии 15.1 и выше. Если говорить про Hyper-V, это 10.0, 17.4, 5.1 и выше. Далее хочу рассказать про метод активации. То есть мы с вами получили ключ, при помощи которого мы будем активировать наше решение. При этом обратите внимание, у нас есть возможность активировать решение как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Важно об этом помнить, потому что если вы столкнетесь с какими-то, скажем так, случаями, где по каким-то причинам решения, которые вы развернули, нет выхода в интернет, так что может быть там у кого-нибудь заказчика в цели безопасности, например, выхода в интернет не дадут, то у вас есть возможность это прекрасно все активировать в режиме онлайн, что должно быть удобно. Планы лицензирования поддерживаются Enterprise и Ultimate. Соответственно, это решение по подписке, оно годовое. Если мы с вами поговорим про именно VMware, то, соответственно, я на экран для вас вывожу слайд с требованиями для VMware. Кто-то настоятельно пытается переключить по этой слайде. Секундочку, коллеги, что-то у меня здесь в автоматическом режиме. Итак, перед вами слайд, который вам показывает. Похоже, у меня здесь включена автоматика. Перехода на другой слайд, простите, пожалуйста, не замечал, поэтому я сейчас изменю и покажу вам это дело по-другому. Прошу прощения за заминку, сейчас мы с этим справимся. Итак, соответственно, на слайде вы видите требования к вашей виртуальной машине, чтобы вы понимали, сколько процессоров вам нужно, какая частота нужна, какой объем оперативной памяти вам необходим, и, соответственно, какое хранилище вы должны выделить под данную виртуальную машину. При этом обратите внимание, что хранилище, то есть сколько вам места нужно выделить для нажорственной диски, будет сильно зависеть от того, будете ли вы производить запись разговора. Соответственно, если будете, то рекомендуется 1 терабайт. При этом у нас есть еще один слайд, который нам даст еще немножечко подсказок. Соответственно, есть и другие методы вычисления необходимых мощностей. Да, они есть, они достаточно простые, мы их вывели на экран, то есть один конкурентный звонок в среднем у вас будет загружать процессор на 0.06 гига ЕС. Соответственно, понимая, сколько одновременных звонков вы планируете, скажем так, осуществлять, вы, используя данные показатели, сможете вычислить необходимые мощности от процессоров. Один конкурентный звонок у вас в среднем, если мы говорим про кода 829-й, будет занимать поток сетей в 62 кг в секунду. Зачем я этот параметр вам показываю? Потому что, чтобы вы понимали, насколько ваше сетевое соединение будет загружено, все ли у вас в данном случае в порядке, или же вам нужно произвести какие-то изменения. Ну и по хранилищу, то есть один час записи разговора в среднем составляет 56 мегабайт. Таким образом, при помощи нехитрых вычислений вы можете получить ожидаемый, вычислить необходимый ресурс, который вы должны выделить со своей стороны. Я думаю, что это достаточно простой способ и понятный для того, чтобы получить необходимый результат. Пойдемте дальше. Дальше. Как у нас в случае проходит установка? В принципе, установка уже закончена. Установка уже закончена? Да. Окей, тогда я могу ускориться. Я уже упоминал, что при установке программного вычислений вы получаете один из двух планов. У нас есть план Enterprise, есть план Ultimate. Соответственно, вы сейчас на экране еще видите базовый план. Он верен для наших решений аппаратно. То есть если вы купили физическую ответственность, то по умолчанию у меня будет базовый план. Но выгласил я слайд сюда для того, чтобы вы могли посмотреть, чем отличается Enterprise план от Ultimate. По умолчанию вы получаете Enterprise план. Соответственно, разница на самом деле несущественная для многих заказчиков, хотя для некоторых может быть принципиально. То есть разница, она именно в обработке видеозвонков, возможность осуществлять видеозвонки. В версии Ultimate плана у вас эта возможность есть. А так как мы закончили установку, давайте пока я отключу экран и передам его обратно к Камалу. Он покажет, что уже у нас там произошло. Наш сервер, значит, загрузился. Теперь мы можем перейти, как я и говорил ранее, по IP-адресу 192.168.5.150. Используется HTTPS подключение пор 80.88. При подключении мы видим страницу нашего АТСа. Здесь мы должны, уже можем поменять IP-адрес, указать IP-адрес из нашей сети. Как я говорил ранее, меня 12-я подсеть. Позволь. Позволь. Также DNS и дополнительно DNS король. После этого мы нажимаем вперед. Должны примениться сетевые настройки. После этого мы предлагаем перезагрузить наш сервер. Продолжны. 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 Ты перегружаешь и погружаешь и пингуешь, чтобы проверить, что стал недоступен IP адрес в сети. Да, разрешено. Заводим чат. Как долго занимает процесс перезагрузки? Ну, приблизительно где-то 2 минут. Так, хорошо. Мы уже включились. Еще перерожать. Кальки, простите, что вам приходится ждать. Здесь, конечно, мы уходиться не можем. Переключаться обратно на слайд нашей презентации, наверное, все-таки неразумно. Легче подождать. Пару минут. Сейчас вот АТС проснется. И мы продолжим. Итак, как мы видим, IP адрес у нас поменялся. Он уже 12-й под сети. Теперь мы уже можем продолжить далее. Мы уже попали в сам интерфейс адреса, по тому адресу, который мы установили. Совершенно верно. Пошлое спасибо. Нажимаем вперед. Происходит проверка сети нашего IP адреса, SNCP сервера. Возможно, вам нужно громче говорить. Да. Мне это окажется, что мы в основном это услышали. Итак. Итак, прошла проверка. Проверять IP адрес, подключение SNCP сервера. Дальнемся к кончанию. Так. Пересоединение с сервером активации. Сервер активации в данное время не ответил. Попробуем заново запустить, потому что без этого мы не сможем активировать наш сервер. В данное время вот сейчас сервер активации нам ответил. Замечательно. Сейчас мы перейдем к письму. Скопируем activation code. Скопируем. Тот самый код, который мы получили в нашем имейлии. Да? Замечательно. Скопируем. Яна. Эк. Совершенно. Попробуем. Вставляем этот код и нажимаем на кнопку активировать. Подождите, пожалуйста, по-анкет. Здесь некое запознание. Да. У нас чуть-чуть по ходу интернет-канал просел, поэтому у нас есть небольшие задержки. Ну, сейчас, Саш, мы с вами сейчас из имейли скопировали код сюда и запустили процесс активации. Установим наш пароль. Мы сейчас с вами проходим базовые настройки. Мы прошли настройки CT, прошли этап активации АТС. Сейчас мы сделаем первичную настройку администратора. Прошли настройки CT. Так, указываем наш имейл. Так, все у нас. Так, скопировали. Не терапись, пожалуйста. В первую часть. Он лаврил. Ты на экране видишь, отображение запаздывает. Поэтому людям может быть непонятно. На то, что кому сейчас сделать свой адрес, который он получил, код активации, вставим его сюда. Да. Так, контактный администратор. Продолжаем настраивать администратора. И нажимаем вперед. Далее указываем часовой пояс. Так, ставим вниз. У нас данная лидерная плюс 4. Да, новое изображение расписывает пояс джимки плюс 4. Вот я его выбрал канал. Все, мы выбрали. И нажимаем вперед. Двигаемся дальше. Так, язык, значит, мы можем, если подсказки нам понадобятся, мы можем загрузить отдельно. Так же. Но этого мы сейчас делаем не будем. Весь этот голосовый подсказок, который будет, язык голосовый подсказок, который будет в АТС. Можно загрузить отдельно. Вы это всегда можете сделать позже. А мы пока оставим по умолчанию английский язык. Поэтому давайте не грузить интернет-донал. Нажимаем далее вперед и продолжаем. Так, все настройки мы установили. То есть это настройка сети, активация, настройка администратора нашего, настройка даты времени и локализация АТС. Нажимаем перезагрузка. Да, наш сервер сейчас применит эти настройки и перенагрузится. Это заберет, а кайфик визиток около двух минут. Давайте наберем еще терпение. Или переключимся, посмотрим на пару слайдов, которые есть у меня. Давайте я останавливаю. Итак, давайте вернемся дальше по тем слайдам, которые я для вас приготовил. Итак, чем отличается интерприз-план от Ultimate, я вам рассказал. По умолчанию вы получите Enterprise, я уже об этом говорил. Что еще вы получите на виду с этими планами? В этом году вы получите доступ. Почему у меня не перегляд? Помимо того, что вы получите планы Enterprise, на виду с этим вы также получите еще годовой бесплатный доступ в Центр управления контролем. Для тех, кто первый раз в этом слышит, это платная услуга со стороны Ястар для партнера, где партнеры могут в одном едином интерфейсе видеть все установки, всех решений, которые они сделали, произвели. Соответственно, оттуда они могут из единого окна дальше администрировать ту или иную сущность. Что, конечно же, очень удобно для партнера, потому что вам не нужно будет на каждой ОТС ходить в отдельности, все в одном месте, все, как говорится, в одном едином окне. Это очень удобно. Соответственно, в рамках данной акции, помимо того, что вам будут решения по ОТС, программному ОТС с планом Ultimate, вы еще получите годовой доступ в Центр управления. Как поживает наш ОТС? Показать больше пенсии. Пока нет. Все, мы разобрались. Окей. Давай я отключу экран и перелим к тебе. Спасибо. Включаюсь. Так. Мой экран видим. Вводим наш логин. Это был обмен. Далее. Вводим наш пароль. Обратите внимание, что мы все еще заходим по локальному адресу. Да. Пока падает мистер. Спасибо. Авторизируемся. Авторизируемся. Далее принимаем. Сразу же нам предлагается настройки PDM. Давай здесь пару шансов расскажем. Насколько вы знаете, в рамках пакета подписок в Ultimate и Enterprise, презент на набор различного функционала и возможностей. В частности, речь идет о том, что со стороны EOSTA предоставляется бесплатное домейное имя. FKGN. Что очень и очень удобно, поскольку данная возможность создает шифрованный прямой канал между вашим АТС и FKGN. То есть нашей службой. Тем же это здорово. Ну, если помните, знаете, сталкивались. Очень часто раньше нужно было для того, чтобы осуществить внешнюю связь, приходилось настраивать порты на firewall, на роторить. Порты пробрасывать, настраивать и так далее. Что, а, во-первых, не является достаточно безопасным способом для использования, б, и он у него все неудобный. Здесь же, как только участки АКМАУ будут регистрировать FKGN, то есть домейное имя. Это займет буквально 30 секунд. После чего мы вам покажем, что по этому домейному имени мы уже будем готовы зайти извне. То есть без каких-либо танцев с бубном, без каких-либо сложных манипуляций или рискованных манипуляций, мы имеем возможность подключаться к нашему решению извне. То есть со стороны сети. Все верно. ФКGN. По-моему, ты перестаньте закрыть, ты закрыл, ты экран не замешаешь. Да я знаю, предложение я туда включил. Хорошо. Так, секундочку. Все, демонстрация. Так, мы активировали, значит, FKGN. Пока еще экран не вышел. Так, загрузка экрана продолжается. Да. Здесь уже появилось. Окей. Все. Двинись дальше. Значит, мы зарегистрировали FKGN. Побавить с EASTAR. Значит, можем его скопировать сейчас. И попробовать. Попробовать. Давайте будем пользоваться, чтобы создать. Да. Секундочку. Показался мой экран? Нет. Да. Да. Что-то у нас есть. Давайте сразу же. Давайте настроим какого-то пользователя. Пользователь у нас, в принципе, есть. Мы ему заберем пароль. Давайте сейчас сделаем. У нас есть готовый пользователь, который создан в системе по умолчанию. Сейчас мы создадим для него пароль. Обратите внимание на адресную строку. Мы все еще находимся на нашем адресе по нашему IP-шнику. То есть внутри своей сети. Да. И сейчас мы зайдем на адрес. Сейчас. При помощи FKGN. То есть внешнее соединение. Это новая страница. Это новая страница. Не требуешь, пожалуйста. Потому что запас будет. Окей. Таким образом, вот уже зашел. Таким образом, вот уже зашел. Таким образом, вот уже зашел. Можно зайти в систему, сесть и скотировать наш FPD. Так, перейдем на страничку. Идем в наш FPD. И мы подключились к нашей отрезке. Как вы видите, наш отрезок уже доступен в сети по внешнему соединению, по безопасному соединению. И все это было очень просто, легко и быстро. Я думаю, многих эта возможность порадует. Так, сейчас мы пароль еще раз проверим. За походу дела пароль мы неверны. Так, редактировать. Еще раз введем наш пароль. Собираем пароль. Сохраним. Так, введем. И, наконец-то. И все, да. Значит, открылся наш ОТС. Так, мы актелизировались нашим пользователям по FPD. Так, загрузился. И также можно поменять язык, к примеру, на русский. Как видите, мы сейчас на внешнем соединении. Вот, пользователи зашли. Соответственно, доступен весь функционал. То есть можно уже звонить. Можно и дальше настраивать приложение для смартфонов. Настраивать телефоны. Все можно делать по внешнему инку абсолютно безопасно. Вот, таким образом, в принципе, я должен сказать большое спасибо, как я вам, за всю демонстрацию. То есть мы с вами с нуля развернули и активировали данное решение. Оно перед вами сейчас уже в рабочем режиме. То есть можно пользоваться. Поэтому, по большому счету, могу констатировать, что задачи, которые мы обещали выполнить, мы выполнили. Выполнили. Поэтому давайте жнемся к еще нескольким слайдам. Останавливаем. Спасибо. Итак. Позвольте расшарить экран. Что, помимо всего прочего, вы получили, да? Хочу рассказать несколько акцентов. Во-первых, вы получили весь полный функционал пол-центра. То есть это решение, это рабочий пол-центр начального уровня, где есть практически все необходимое для пол-центра для маленьких и средних компаний. Это бесплатно. Соответственно, есть весь инструментарий для управления в онлайн-режиме со всеми звонками. Есть все необходимые пост-отчеты, то есть чтобы потом проанализировать качество нашего обслуживания, как мы обслуживали. Соответственно, нужно ли произвести какие-то изменения в работе нашего пол-центра. Это очень удобно, здорово. Я думаю, многие заказчики будут рады все это дело протестировать и принять в конечном итоге решение, что ваши услуги, ваши решения им нужны. Не пренебрегайте функционалу пол-центра. Он очень-очень важен для многих бизнесов. Здесь у вас готовые решения, которые можно демонстрировать. Помимо этого, обратите внимание, что данное решение может еще также работать в горячем резервировании. Соответственно, вы можете предоставить заказчику решение с высокой отказоустойчивостью. То есть у вас в решении могут работать два программных АТС-киосна, где одно будет, скажем так, главным, другое будет на стэнбай. Соответственно, они будут между собой сами синхронизироваться. И в случае отказа, скажем, главного АТС, второй АТС вас автоматически может подхватить и продолжить работу. Таким образом, работа, коммуникация вашего заказчика не остановится. Для многих заказчиков бесперебойная работа крайне-крайне необходима. Дальше у нас запланирован небольшой опросник. Я думаю, что коллеги его подключит. Газ, could you please switch on the questionary part? The QA part is available. Окей. Так, мы остановим свой экран. Соответственно, у нас с вами доступен сейчас опросник. Большая просьба к вам пройти по нему и предоставить нам ответы. Будет очень интересно. Мы потратим на это пару минут. А также давайте глянем, а что же вы спрашивали. Михаил Матюченко спрашивает. Если мы решим использовать АТС локально, без использования FKGN, как мы можем конфигурируть FKGN для внутреннего использования, вам не нужно. У вас, в принципе, есть два способа. Первый способ – это работать без какого-либо домейного имени, соответственно, на основе IP. Второй способ – если вы все-таки у себя в локальной сети хотите обращаться к работе с АТС не по IP-адресу, а по какому-то имени, соответственно, дальше вам предстоит настроить, дать вашему АТС какое-то свое локальное имя, настроить внутри у вас сети использование имени, чтобы при запросах ваша сеть понимала, что она обращается на внутренний ресурс. Вот, это, по-моему, все вопросы. По-моему, по опросу мы уже заканчиваем. Guys, can you please tell me if we are done with the questionnaire? Can we wrap up because we are done? Yeah, yeah, yeah. На этом мы заканчиваем. Коллеги, позвольте вам всем сказать большое спасибо, что вы у нас были сегодня с нами. Позвольте извиниться за некоторые задержки с интернета. Бывает. Надеюсь, вам было интересно. Мы в вашем распоряжении. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью протестировать программное решение ЕС ТАРФО по АТС. Сейчас эта акция, я думаю, очень удобная, поэтому я не вижу причин, где ее не воспользоваться. Причем воспользоваться можно неоднократно. Соответственно, ставьте у себя, тестируйте, обучайтесь. Ставьте у ваших заказчиков, позвольте им протестировать и ознакомиться. Потому что дальнейшим шагом, если вы все правильно сделаете и это соответствует их требованиям, то следующий шаг – это уже покупка, соответственно, это ваша прибыль. На этом позвольте откланяться. С вами был Назим Рустанов и Виктор Малбакшиев. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Guys, we are done, we can close the session. Субтитры сделал DimaTorzok